Отправляли гитары, отправляли кроссовки, отправляли, естественно, телевизоры. Мы видели отправку консерв и колбасы. Но самая наша любимая посылка, вокруг которой у нас даже спор какой-то возник, потому что мы не верили своим глазам, как такое можно, отправляли боевой дрон «Орлан». Тот самый дрон, самая главная рабочая лошадка российской армии, с помощью которых происходит наблюдение за украинскими позициями. Даже Минобороны показывали видео, как они умеют скидывать бомбы. То есть они его у своей армии украли и отправили домой? 99,9% – да. То есть есть еще маленькая такая версия, что они куда-то отправили в ремонт. Но мы знаем, что ремонтируют, выпускаются «Орланы» в Петербурге. И вот в Петербург в этот день отправлений не было. Точнее, они были, но по 500 граммов два отправления было. То есть точно не Орла. Куда пришел этот дрон, мы так и не выяснили. Но, скорее всего, где-то в Сибири он сейчас. Вы знаете, наши люди, когда возвращались домой, говорили, что украли. И даже нижнее белье, и ношенные вещи, и даже детские игрушки воровали. Видимо, тоже. Это все запаковано было, поэтому мы не можем сказать точно. Ну, и опять же, тут надо понимать, что СДЭК – это то, что те данные, которые предоставляют, мы же не украли эти данные, нам их никто не передал, не выслал. Это открытые публичные данные трекинга. Там нет персональных данных. То есть там нет фамилии получателя, нет фамилии отправителя. Мы не знаем, кто. Мы знаем, откуда и знаем, куда. Знаем время. Мы можем по кадрам видеозаписи, может быть, где-то поймать какое-то лицо. Там не очень хорошие кадры, в смысле качества, и достаточно сложно распознать, кто это. Но, безусловно, у СДЭКа, как и в компании, полные все эти данные есть. И я надеюсь, наступит время, когда эти данные станут публичными, доступными для анализа не только для журналистов, но и для правоохранительных органов. И буквально преступники, военные преступники, здесь я не буду как бы смягчать, военные преступники не просто ограбили, да, они еще и оставили гигантский цифровой след, который будет храниться вечно. И даже через 70 лет, если там цифровые данные хранятся бесконечно, даже через 70 лет их можно будет привлечь к ответственности на основании того, что они пограбили, а потом для того, чтобы облегчить себе жизнь, отправили эти посылки себе домой. Мы надеемся, это будет намного раньше. Скажите, а вот есть ли какая-то закономерность по регионам России? Куда больше всего шло грузов? На самом деле, я вот сейчас, там у нас есть очень красивая инфографика, я всем очень рекомендую зайти к нам на сайт и ее посмотреть, это очень много сил отняло и программистов. А мы сейчас ее показываем, сейчас она у нас будет. Дизайнеры. Да, вот даже не эта карта, а та, которая ниже будет. Это тоже хорошее, если вы обратите внимание, эти столбики, они из маленьких стиралок сделаны. Так вот, там самое главное, что, во-первых, видно, что участвовала в этом вообще вся Россия. То есть от самого-самого запада, от Калининграда до самого-самого востока, то есть Дальний Восток. И опять же видно, что Сибирь и Дальний Восток – это больше половины посылок. И города, о которых идет речь, это обычно небольшие города. Более того, я сразу скажу, мы исключили Москву и Петербург, потому что очень сложно в мегаполисе отличить краденое от некраденого. Там слишком много нормального трафика. Но, тем не менее, выделяются вот там большие столбики, да, действительно, Екатеринбург, Новосибирск. Но также это большие города, это миллионники. Но также выделяются совсем маленькие города. Вот вы сейчас Чебаркуль выделяете правильно, а до этого выделили Юргу. Это наши два рекордсмена. Это маленькие города, но у них стоят крупные военные части. И это прям 100% доказывает связь между мародерством и этими отправлениями. Потому что, насколько я помню, Юрга – 80 тысяч населения, и туда отправляется больше посылок, чем в город-миллионник. Причем это внезапно вдруг вырастает. И самое главное, там нет обратного трафика. То есть если бы эти города были связаны, там бы и обратно посылки шли. Нет, нет, не идут. То есть только исходящие и только большие посылки. Там были посылки, например, по 380 килограмм, по 100 килограмм и так далее. То есть это прям видно, что люди очень хорошо, как сказать, разжились. Ну вот вы провели такую колоссальную работу, отследили, что шло, куда шло. А какие вот такие вот общие выводы можно сделать от правителях? Вот такой общий портрет. Это низкий уровень жизни, жажда трофеев. Почему они это все брали? Глядите, за то время, пока мы все это анализировали, у меня уже сменилось несколько версий, я сейчас расскажу их все. Первое, конечно же, была бедность. Потому что, когда мы говорим о таких пригородах, как Гастомель, Буча, это гораздо богаче, чем в среднем по России. И тем более гораздо богаче, чем какая-то Юрга или Рубцовск, которые вообще находятся in the middle of nowhere. Это ближе к границе с Казахстаном, между Семеем и Барнаулом. То есть это очень неблагополучные города, где действительно плитка на улицах. Боже мой, плитка на улицах. Я удивлен, что они не стали выдирать плитку на улицах на самом деле. То есть действительно, они люди, которые приехали, не очень хорошее слово, но тем не менее, они приехали на колесах в эти города. Наверняка они были поражены уровнем жизни, а у них, конечно, был пазы в грабе. Вторая версия, которая у меня возникла уже после того, мы проанализировали все данные, увидели, что это не только Бучу грабили, не только Гастомель грабили, грабили и гораздо более бедные города, потому что это явление, которое от самого севера фронта до самого юга фронта происходит. И там победнее даже уже пошли какие-то города и села украинские. Тем не менее, этот грабеж, и самое главное, мы видим в кадре офицеров. И это уже выглядит как какой-то такой спорт. Во-первых, офицеры не просто не запрещают это, они прямо в этом участвуют, возможно, даже поощряют, да, то есть, когда мы видим в кадре, там нет старших офицеров, это тоже объяснимо, потому что старших офицеров есть свои способы вывести гораздо больше объема, потому что они могут просто приказать вот этот грузовик, набиваем полностью и едем туда-то, без всяких там служб доставки, без вот этого всего, наш служб доставки тоже деньги берет, да, они за свои отправляют. Соответственно, мы видим не только рядовых, мы видим вполне себе, там, в чине до капитана, кто отправляет посылки. То есть, это превращается уже в такое, что если ты не грабишь, то ты не с нами. То есть, это вот такое, это уже, ты что, белая ворона? Ну, то есть, в-третьих, в-третьих, и это гораздо более грустно, гораздо более страшно, когда на фоне убийств, на фоне массовых расстрелов, изнасилований и всего того, что творится сейчас в Украине, российской армии, грабеж – это наименьшее из зол. Вот если бы российская армия только грабила, и больше ничего, с этим можно было даже смириться. Это просто один из показателей, что если мы поубивали здесь всех, то почему бы еще и не пограбить? Ну, знаете, вызывает некое такое отвращение, вот как можно, ну, к примеру, матери пришли игрушки убитого ребенка, или чужое, пользованное нижнее белье, и они это принимают, и они радуются этому? Я не понимаю, как нужно. Я тоже не… Понимаете, тут еще такой момент, что человек, который участвует в грабительском походе, он не особо склонен к рефлексе, и ему, если он будет рефлексировать, он с ума сойдет. Я думаю, что кто-то исходит, да. Была вот одна из моих любимых историй 68-го года, когда советские войска вошли в Прагу, документальный фильм моя подруга делала о том, что вот какой-то солдатик просто не выдержал всего этого, то, что происходит, то, что как бы его руками делается, и он застрелился. И я думаю, что такие случаи тоже… То есть не надо говорить, что в российской армии вот все скаты и всего рода. А так, на самом деле, это полное отключение рефлексии. Да, согласен с вами. Согласен с вами, Дмитрий. Для них слишком сложно рефлексировать, и поэтому они уже что-то делают, что делают все. Все грабят, и я граблю. Если я не буду грабить, я буду выглядеть белой вороной. Что они отправляют, как на это реагируют их жены, матери, дети? Честно говоря, мы-то реакцию это не видим и не знаем. Может быть, они сразу же относят это на помойку. Скорее всего, нет. Но почему мы не должны исключать в том числе и такого? Некоторые даже заказывали, что привезти планшет, привези ребенку, стиральную машину. Слушайте, а вы помните, когда разбился Боинг, вот эта вот история, что привези мне сувениров с поля. Ничего не... Конечно.